Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня долгожданное ваше видео о моей диете. Как вы знаете, полгода назад я родила ребёночка. Это для тех, кто в первый раз может быть на моём канале, или может быть ещё не знает таких подробностей. И, конечно же, я как человек, который всегда следит за своей фигурой, всегда следит за своей внешностью. В Инстаграм постоянно я выкладываю фотографии, то есть так-сяк. И до беременности я выкладывала всё время свой животик, пресс. Мне вот, ну, нравится. Нравятся красивые фигуры, и также я показываю свою всегда для того, чтобы мотивировать девочек. Ну, раньше жениха ещё искала, сейчас, слава богу, всё у меня на этом фронте в порядке. И теперь всё равно, даже если я нашла мужчину, всё равно хочется держать себя в форме. Тем более мой мужчина с высокими требованиями, он мне постоянно говорит, если что-то не так, нет-нет, да намекнёт. И за что я большое спасибо ему, потому что это большая мотивация. Он сам помогает мне делать так, чтобы я была всегда красивой для него. И, ну, как бы, это меня мотивирует. Потому что если бы он говорил, что я такая красивая и такая красивая, возможно, у меня опустились бы руки, но нет. У меня ещё есть и вы. Я хочу тоже выглядеть красиво. Мне нравится, когда девочки, мои зрительницы пишут мне, что, Селена, ты такая красивая, ты такая стройная, ты молодец, держишь себя в форме. Соответственно, очень много девочек пишут, что не могут взять себя в руки. Вот как, вот что. И я такой же человек, который ищет всегда простые решения какие-то, потому что я не люблю готовить, я не люблю заморачиваться, я не люблю голодать. То есть я не из таких людей. Поэтому я решила попробовать, вы видите, да, у меня всё уже здесь в рекламе. Это не реклама, сразу скажу. Мне Леовид ничего не платил, но я, наверное, им отошлю это видео всё равно. Пусть оценят, потому что, честно говоря, мне их продукция очень понравилась. Я её пробовала очень-очень давно, ещё, ну, недельку или пять дней. Я не помню, что у меня был, конечно, сумасшедшие дни вот так вот в Москве, да, и мне очень было трудно следить за питанием. Сейчас же я дома, постоянно, да, и я попробовала. Это всё я попробовала, и сверх этого я уже купила себе сверх. На самом деле я это всё выставила не для рекламы, а просто для того, чтобы закрыть фон, и потому что за этими коробками у меня там чашки-кружки для малыша, и с этой стороны тоже там всего наставлено. Поэтому я так думаю, ну, пусть о Леовите идёт речь, значит, пусть оно стоит здесь всё красиво. Сейчас я покажу в виде влога, как я начинала, потому что я там каждый день, через день, раз в неделю, пока всё это я пила, я там что-то снимала, что-то говорила. Поэтому сейчас я вам вставлю эти кусочки, то, что я для вас снимала, а после этого я расскажу свои общие впечатления и покажу результат. А во влоге будет как раз-таки результат, который был дома. В общем, смотрите влог пока, и увидимся чуть-чуть по позе. Я не знаю, что будет сегодня первый день, но в этом видео я расскажу о всех, наверное, двух неделях своей диеты, которая будет. Использовать я буду... Будет видео чисто лайф. Использовать я буду вот такой комплекс. Я искала, я подобрала себе, в общем, мне нравится. Я уже как-то худела с этим комплексом. Первый этап у меня сейчас, потом будет второй этап. Я уже всё купила. Вот здесь вообще капучино каждый день пьют. Когда моя сестра узнала, что я буду худеть, она сразу сказала, что она пользовалась этим. И она скинула за 5 дней 3-4 килограмма. Её подруга 12 килограмм за 2 недели, по-моему, скинула. Ну, так примерно я точно не помню. Сегодня у меня первый день. И я уже, значит, здесь от 1 до 3 дней нужно делать всё, что здесь написано. И здесь еда на всё. Единственное, что нужно купить, это обезжиренный творог, обезжиренный йогурт и обезжиренный кефир. И грудка куриная. Всё, больше ничего не нужно. Вода ещё сульфатная. Это если вы очищаетесь. Если вы просто худеете, то не нужно. Сегодня первый день. Я попробовала кашу овсяную с яблоком. Она без сахара. Это было нелегко съесть её. Но моё желание и моё вдохновение просто похудеть после родов. Я хочу пресс, хочу попу закачать. Это самое главное для меня. Также здесь есть вот в комплексе вот такая книжечка, где много чего полезного и интересного рассказано. Но самое интересное, что здесь можно посчитать значение индекса массы тела. Я уже о нём говорила. В инстаграме у меня есть фото. Вы можете посчитать сами. И я уже замерила себя, потому что так будет удобнее. У меня вес 57,1 утром натощак. Объём груди 89, объём талии 70, объём бёдер 91. А вместо обхвата руки сверху и обхвата бедра снизу я решила сделать живот. Потому что для меня самое важное. И это будет расслабленный живот 78 и втянутый живот 75,5. Вот я хочу, чтобы у меня было меньше, даже расслабленный живот было меньше, чем втянутый. Вот. В общем, сейчас я вот этим занимаюсь. Сейчас я уже дошла до того, что сейчас у меня второй завтрак. И это вот такой вот батончик и кефир. Здесь пол-литра, но надо стакан выпить. В общем, вот эти батончики я ела. Они очень классные. У них хорошо в туалет ходить. Хоть сладенькое, хоть что-то. В общем, всё, буду держать вас в курсе, как всё будет проходить дальше. Ещё я не сказала, как я себя вдохновляю. На самом деле, если я решила похудеть, я просто вижу конечный результат у себя в голове. И всё вокруг мне становится вообще не в радость. Мне хочется безумно начать, испытать себя. Смогу ли я выдержать эту диету? Ну, даже нет. Я точно смогу держать её. И мне прям хочется очиститься, лёгкость какую-то, да. Вот эти все сразу продукты. Чипсы, конфеты, борщи там какие-то наваристые. Мне уже их не хочется есть. Я уже ем их без радости. Кстати, с чего я начала своё похудение? Это с похода в солярий. Потому что, когда я загораю, я смотрю на себя в зеркало. И с загоревшим животом, если он не в прессе, загар мне не нравится. Поэтому, когда я иду в солярий, потом смотрю на себя в зеркало, сразу первым делом я пресс, пресс, пресс. И всё, у меня начинает работать, вот уже работа, да, что нужен пресс. Что нужно для пресса? Нужно заниматься, да. Ну, а если ты занимаешься, какой смысл заниматься, если ты не ешь правильную еду? И для меня, например, очень сложно было просто, да, вот найти, понакупить кучу этой еды, приготовить, думать об этих калориях. Для меня проще реально вот такую программу. Я прошерстила весь интернет. И, честно говоря, вот таких прям программ, чтобы было это недорого, не так уж много. Поэтому я попробую с этой программой. Ну, а дальше будет видно. Может быть, я что-то и подороже потом попробую для поддержания уже, да, что-то разнообразие, разнообразные вкусы. Хотя моя сестра говорит, что там столько еды, что можно обожраться. И при этом есть результат похудения. Также я занимаюсь, но это будет отдельным видео. Я сделаю комплекс, как я начала заниматься, что я делаю. В принципе, немного, я очень ленивая. Для меня это важно. Я тоже вам скажу, как я занимаюсь, что я делаю в своей голове, чтобы делать больше, чем положено. А, и да, нужно же показать, что у меня сейчас с животом. Я покажу. Попу показывать не буду. Уже у меня третий день диеты. Я уже начала новую. Просто совершенно не было времени. Нет, сейчас я то себе покрасила. Как видите, да, у меня новый цвет волос. В этом видео его еще не было. Я покрасила сейчас Кристину в серый цвет. Я купила второй этап. У меня это вот средиземноморское меню. Мне оно очень нравится. Здесь, по-моему, итальянское, французское и еще какая-то. То есть разнообразное такое меню. И на самом деле очень вкусное. После первого этапа, прям это для меня наслаждение. Я пью капучино жиросжигающий такой каждый день. В общем, тут меню такое разнообразное. И мне очень понравилось. Сегодня у меня третий день и будет у меня, значит, суп-крем из грибов. Очень вкусно. Крем-суп вообще здесь офигенский. И мальтийский картофель с мясом. Картофель мне очень понравился, потому что я до этого, знаете, ела такие картофели быстрорастворимые. Вот не то, вот вкуснее, мне кажется. Может, потому что с голодухи, я не знаю. Но, в общем, мне нравится. Хорошее сегодня меню. В принципе, всегда использую курочку. Знаете, вот это все, я, может быть, еще пару раз включусь, чтобы сказать вам свой отзыв, да. И в конце я потом подведу итоги, когда все закончится, покажу вам все свои записи. У меня вот уже вторая книжка, тут все записи. Такое, что я там делала неправильно. В общем, все моменты расскажу. Блин, ну очень вкусно. Я сейчас заварила крем-суп с грибами. Прям тут кусочки грибов. Прям вообще замечательно. Я прям тащусь, честно, с этого меню. Кстати, вчера, во второй день, я забыла поужинать овсяной кашей. Забыла очищающий кисель, вы представляете? То есть я вообще, матовство урезанное меню, я еще его урезаю сама. Трэш. Ну и вот будет мой, это что у нас еще? А, обед, это второе. Я отдельно съела грибной супчик. И через полтора-два часа я ем второе уже. Ну, для того, чтобы растянуть, так как я ложусь спать очень поздно. Я сделала вот такой вот мальтийский картофель с мясом. Я уже чувствую, что он будет очень вкусный. Вчера я ела тоже картофель и очень было замечательно. И сделала вот такой сесалатик, потому что можно с овощами. Здесь у меня только огурец и салат в такой длинной штучке. Ну, длинный салат такой. Добавила я сюда бальзамический уксус. Очень мне нравится, взбрызгнула буквально. Добавила капельку оливкового масла и едированной соли. Ну, соль практически не чувствуется, очень мало я добавила. И все, сейчас я буду есть картофель и есть салат. Потом я выпью очищающий чай. И будем ждать ужина. И да, салат я, естественно, весь есть не буду. Я съем половину. Оставлю еще половинку. Хотя в меню нигде нету. Я немножко делаю свои корректировки, но очень-очень легкие. То есть основа у меня, конечно, это меню. Но ничего лишнего я не ем. Просто я могу салат, например, этот разделить на два раза. Когда буду совсем голодная, у меня будет перекус. Допустим, не фруктами, а салатом. Я думаю, это ничего страшного. В общем, вы просмотрели влог. Я уже не помню, что там. Но я сейчас посмотрю, пока буду монтировать. В общем, сейчас хочу сказать о своих общих впечатлениях. Я очень довольна, потому что это для ленивых 100%. Кто не любит готовить. Это первое. Это для меня. Во-вторых, я помню, что рекламировала это Леовид Бородина. Я знаю, что Бородина зарабатывает много. И я, ну, как бы, наверное, я по себе сужу. Я никогда не буду рекламировать то, что я считаю плохим, то, что я не пробую сама, просто за какие-то деньги. Знаешь, это как называется, может быть, чисто любивый человек, да? И я думаю, что Бородина тоже из таких людей, чисто любивых людей. Тем более у неё куча рекламы. Если у меня не куча рекламы, и то я не буду рекламировать там за какие-то большие деньги, то, что я считаю вообще плохим или вредным. А у Бородины очень много всяких реклам, да? И почему бы, ну, как бы, у неё очень много реклам. Она тем более может выбирать себе, да, что хорошо, что плохо. Не знаю, пила она или не пила, но, в общем, я доверяю. Она говорила, что это хорошо. Я почитала состав. Мне состав понравился, в принципе. И поэтому я начала Леовид. Начала я с первого этапа очищения. Он очень сложный. Так, если я уберу коробочку, не будет видно, что у меня там сзади. Значит, первый этап, на самом деле, самый невкусный и самый сложный. Здесь написано, что первые три дня мы должны есть одно и то же меню. В этом меню, что мне больше всего не понравилось, что было невкусное, это овсяная каша. Потому что овсяная каша вообще у них, она вкусная. Но вот здесь, именно в очищении, она с каким-то составом, видимо, невкусным для меня. Вообще, я овсянку не очень люблю. Ну, плюс еще и вот здесь, да. И гречневая каша с овощами. Я ее тоже не доедала постоянно, по половине ела и выбрасывала. Остальное мне очень нравилось. Суп, картофельный детокс. Он многим не нравится, но мне он нравился. Не знаю почему. Мне казалось, что он супер-мега полезный. В общем, здесь три дня надо было пить одно и то же. Я выпила это всего один день. Потому что я думала, что это можно выбрать от одного до трех. На самом деле, три дня нужно пить. Ну, в общем, я сделала один день это меню. Второй день у меня уже было голодание. Потому что четвертый день здесь. Реально нужно к нему подготовиться. Здесь реально голодание. Здесь толком ничего не ешь. Второго завтрака нет. Натощак утром завтрака нет. Просто вода. В общем, сложновато, да. И пятый день, по-моему, то же самое примерно, что и в первый. Не очень. Потом я купила... Ну, прошла три дня у меня вот это было. Я скинула. Сразу скинула. Нормально скинула. Я сейчас вам скажу свои параметры, которые были. Потому что я все записывала. Изначальные мои параметры. Вот такие. То есть, первая строчка – это то, что было до диеты. То есть, самая первая. Потом у меня идет там, где обхват руки сверху, обхват бедра снизу. Я этого не делала, потому что, в принципе, оно у меня и не надо, чтобы менялось. Оно, как и было. Меня больше волновал живот. В расслабленном виде и в втянутом виде максимально. Максимально расслабленный, максимально втянутый. Но остальное все как нужно. И в первое же я почти килограмм скинула. 700-800 грамм я скинула. Вот. Объем груди, конечно же, уменьшился. Талия уменьшилась на полтора сантиметра. Бедра остались те же. Но, видимо, я не там мерила, потому что я мерила по кости. Ну и живот тоже ушел немножечко. Потом я взяла второй этап снижения веса. Средиземноморское меню. Самое вкусное, я вам так скажу. И я просто обожралась. Все, что здесь, я, честно, не голодала. Я обжралась. И вторая неделя. То есть это не вторая неделя, это все была первая неделя. Считайте, 3 дня и 5 дней этого. Это то есть все первая неделя. Я скинула достаточно хорошо. Вот у меня уже сколько здесь? 56. Так, 56. В общем, 56 будем считать. Тут у меня 56,3. Но у меня с весами началась проблема. Поэтому я все судила по другим параметрам. Давайте я вам скину. Потому, вот, это все у меня было в первую неделю. Ну, если вам интересно посмотреть, вы вот так вот взгляните. Все, остальные две недели, я так могу сказать, что ничего у меня не менялось. Я еще взяла себе две коробки, попробовала минус холестерин, потом снова средиземноморское. Я скажу, за остальные две недели у меня ничего не изменилось. У меня все то же самое. Все параметры те же самые. Поэтому я взяла и начала урезать эту диету. То есть я подумала, что что-то я не худею. Естественно, я качала пресс каждый день. И я сделаю видео тоже отдельно. Какие упражнения я делала. Потому, что у меня в основном была попа и пресс. Я делала по несколько раз в день. Эти упражнения вообще не напрягаются. Значит, результат. Результат у меня конечный. Я все равно покажу, конечно, вам третий этап. Вот какой у меня сейчас результат. Без веса. Вес у меня сейчас я взвесилась 55. 55 килограмм. Я вроде починила весы. Да? 55 килограмм. Вот так. Вот. Ну и то, что было до. Вот до и после. Да? Вот то, что было до и то, что было после. Не смотрите на мои руки, если вдруг это у меня автозагар тут неправильно наложился. В общем, сравните, насколько я похудела. Визуальный результат я вам сейчас покажу. Упражнения, которые я делала, я сниму отдельным видео. Что еще? Что еще я хотела сказать? А, я начала урезать свое меню. И, в принципе, начала какие-то, допустим, что-то оттуда убирать. Например, обед мне кажется очень большим. Потому что нужно первое съесть. Потом салат можно съесть. Курицу можно съесть. И там еще второе. То есть там первое, второе из программы. И еще отдельно курицу, салат. Это очень много. Я ела по чуть-чуть, может быть, каждые даже 3-4 часа. Абсолютно. То есть я могла съесть супчик и только через 4 часа поесть второе, например, что-то. Поэтому я могла урезать. Например, съесть только супчик, через 4 часа поесть курочку. В общем, я вообще сейчас, вся эта программа, с чем она мне нравится? Вся эта программа заточена на то, чтобы уменьшить твой желудок и снизить аппетит. Также там есть какие-то такие L-карнитин, еще что-то, витаминизированные киселя. Мне это очень нравится. Сейчас что я ем? Я закончила все это уже, да? Давайте я покажу вам результат. Что сейчас я ем? Я накупила из этой программы кофе, капучино. Мне очень нравится. Выгодно брать пакетики. Я брала и не пакетики, но пакетики выгоднее брать по деньгам. Мне это кофе, мне очень нравится тем, что от обычного кофе у меня постоянно с желудком происходят какие-то проблемы. Я хочу есть, мне тошнит. Ну, в общем, дискомфорт полнейший после обычного кофе с молоком, хотя кофе я добавляю совсем немножко. После этого капучино такого нет. Вот сегодня утром я съела буквально 70 грамм творога и стакан капучино выпила. Это было полдвенадцатого. Сейчас 3 часа. Я не голодная. То есть 3,5 часа прошло. Я не голодная, но я сейчас сделала себе уже, опять же, из этого комплекса куриный супчик. Я купила это всё отдельно. То есть я накупила уже отдельно куриные супчики. Пюре мне нравится, тоскана суп мне нравится, с тыквой классненький, сладенький суп. Разные киселя, потому что кисель очень удаляет аппетит. И ещё плюс они полезные. Чаи у меня из этой серии. Вторых блюд, к сожалению, там не было в отдельности. А, и я купила такие батончики ещё. Вот такие вот. Вот такие батончики я купила. Для того, чтобы... Ну, они мне нравятся. Они сладенькие. Бывает, очень хочется сладкого. Совершенно я ничего сладкого сейчас не ем. Ничего жирного, ничего жареного. Солить не солю ничего. То есть вот реально, как вот в этой диете было написано, вот сейчас у меня ничего лишнего. Честно говорю, это вообще. И не хочется, честно говоря. Я занята настолько делами своими, что мне ничего не хочется. Видео, чувствую, будет длинное. Да. Что ещё я хотела сказать? Потому что мне хочется всё охватить, да. Потому что девочки, которые худеют, и им трудно. Я реально рекомендую вот эту вещь. Мне она очень понравилась. То есть у меня сейчас диета ещё диетнее, чем здесь внутри. Понимаете? Дальше. Ага. Что я пила? Я пила вот такой витафит. Ещё сверху здесь разные л-карнитин. Разные, в общем, штуки прикольные. Л-карнитин, имбирь, цитрат магния, экстракт облепихи, фруктоза, инулин, сок чёрной смородины. Очень вкусная штука. Как витаминки. Просто как натуральный сок. Ну, чисто как витамины вот я, да, пила. Л-карнитин вообще он очень классный. Л-карнитин тут даже где-то внутри содержится. Ну, в общем, это я покупала в Армелии. Это мне очень нравится. Я это пью. Ссылку оставлю на это внизу. Про батончики, да, их очень удобно брать с собой. Батончики. Потому что бывает, если резкий голод реально просто настанет. Бывает просто ты не думаешь о еде, а просто потому что ты забегалась, загрузилась. Уже прошло очень много времени, и ты хочешь есть. И нужно дойти до еды, чтобы что-то купить, да. Я беру с собой эти батончики на всякий случай. Но я съедаю даже не весь батончик. Я просто укушу его пару раз, чтобы быстренько обмануть организм, чтобы дойти до еды, чтобы ее где-то поесть. За все это время я съела суши пару раз. Один раз укусила гамбургер. Но я скажу вам так. А, поела жареную картошку в гостях. Но каждый раз после всех этих процедур... А, и шашлык ела. Каждый раз после всех этих процедур я ела маленький батончик. То есть вот здесь в очищении есть такой маленький батончик. И, ну, он очищающий. То есть там внутри комплекс сенаде там есть, чернослив, курага. То есть какая-то такая смесь, которая очищает. Я вам скажу, что вот недавно я поела шашлык. Я пришла домой, съела шашлыка буквально 150 грамм и салат без заправки. Там помидорчик, редиска, такое все. Естественно, водой запивала, потому что чай с собой не взяла. Пришла домой и съела этот батончик с чаем очищающим. На ночь выпила кефир и хлебцы я ем. По два хлебца, по три с кефиром на ночь. Можно, ржаные хлебцы. Очень вкусно, кстати. И утром я просто встаю, у меня крутит весь живот. Причем, вот знаете, когда очищение, ты просто поел это все. Ну, ты просто поел нормальную хорошую еду и ешь вот этот батончик. Все нормально, все хорошо. Но если ты поел что-то тяжелое, съел этот батончик, на утро прямо у меня живот так, знаете, крутило, прям крутило. Думаю, ой, выходит, это шашлык. Он потому что был жирноватый, честно говоря, шашлык этот. Но ничего не изменилось. Можно по чуть-чуть позволить себе какие-то такие вещи. Но лучше, конечно, жареные. Вот это все, потому что жареную картошку я поела. Я прям почувствовала после всего своего очищения. Такая налегке вся. Я прям чувствую, как картошка это колет у меня где-то в желудке. Тяжеловато уже происходит. Но, во всяком случае, я не ем вот такими большими тарелками. Я ем по чуть-чуть. И когда я дома никуда не хожу, не гуляю, я ем именно вот свой комплекс, который я купила. И вот курочка у меня стоит, салатик там стоит. Я в Инстаграм нет-нет выкладываю какие-то салатики, которые я делаю. И рецепты тоже их выкладываю. Поэтому подписывайтесь в Инстаграм. Ссылку оставлю здесь. Ну и по ходу я занимаюсь и тоже буду выкладывать в Инстаграм свои достижения. Пресс. Я хочу кубики на прессе. Ну и загораю там, ну и все такое. В общем, делюсь в Инстаграме своей такой, как сказать, ежедневной жизнью. Все, мои хорошие. Я надеюсь, вопросов не осталось. Я надеюсь, я все рассказала. Но если будут какие-то вопросы, то, конечно, задавайте мне. Девчонки, кто вдохновился моим опытом, писали мне много, кто тоже начал. Я желаю вам удачи. Держитесь. Я думаю, что ни один отзыв уже был, что достаточно много там еды, что голодными там не остаешься. И много кто из моих знакомых тоже начали принимать вот эти вот леовиты. В общем, супер-мега-реклама получилась. Не знаю. Может быть, леовит как-нибудь отблагодарит меня. Не знаю. Ладно, мои хорошие. Я была рада поделиться с вами всем этим. И будьте стройными, будьте красивыми для своего мужчины. И даже если вы уже 20 лет вместе живете, он должен видеть вас в супер-мега-звезду. И все его друзья должны восхищаться тем, что вы пусть мама, двое-трое детей, но вы находите время для себя. И всегда красивая, всегда на позитиве. В общем, легкости, любви, красоты. Хорошего настроения. Все, я с вами прощаюсь. И мы увидимся в следующем видео. А если было полезно и интересно, ставьте дайки, а не же лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok